Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие коллеги. Я Евгений Миронов, проректор Московской школы социальных и экономических наук. И рад приветствовать вас на нашем канале в YouTube. Я приветствую тех, кто смотрит эту лекцию в записи. Мы продолжаем шанинские среды, марафон лекций ученых из разных стран в поддержку Сергея Эдуардовича Зуева и самой Московской школы социальных и экономических наук. Спасибо за то, что вы с нами, нам очень важна ваша поддержка. Сегодня в гостях у нас Алексей Владимирович Юрчак, профессор кафедры антропологии Калифорнийского университета в Беркли. Алексей Владимирович, спасибо вам огромное за то, что вы с нами, за предложение прочитать лекцию и передаю вам слово. Спасибо, что пригласили. Очень хорошее дело, по очень хорошей причине. Немножко грустный. Я начинаю с того, что вывожу свои слайды, я надеюсь. Их видно, да? Вы слайды видите? Да, точно. Итак, ленинские тела, лаборатория советской суверенности. Что из себя представляет тело, лежащее в мавзолее? Действительно ли это тело Ленина или искусственная копия? Слухи о том, что это тело ненастоящее, появились вскоре после смерти Ленина и продолжали циркулировать в конце 30-х годов, когда повторять их стало небезопасно. В письменном доносе в ГПУ молодая москвичка уверяла, что ее знакомые, сестра и дочь некогда всесильного Феликса Держинского, упомянули в разговоре, будто бы им известно из правительственных источников, что в мавзолее лежит восковая фигура. Подобные слухи часто повторялись и в зарубежной прессе. Чтобы их развеять, в середине 30-х годов советское правительство пригласило в мавзолей представителей западной прессы. Журналист New York Times Луис Фишер писал, что в их присутствии Борис Барский, возглавлявший мавзолейную лабораторию, открыл стеклянную крышку саркофага и, взяв Ленина за нос, повернул его голову влево и вправо. Это, очевидно, не восковая фигура, а действительно Ленин, писал Фишер. В самом конце советской истории и после обвала Советского Союза слухи о том, что в мавзолее лежит ненастоящее тело, возобновились с новой силой. В ответ на них Илья Збарский, сын Бориса Збарского и в прошлом сам эксперт мавзолейной лаборатории, заявил. Я проработал в мавзолее 18 лет и точно знаю, что ленинское тело сохраняется в отличном состоянии. Всевозможные слухи и выдумки, уверяющие, что это искусственная кукла или что от тела Ленина сохранились только лицо и руки, не имеют никакого отношения к реальности. Однако спустя несколько лет, в 2008 году, Владимир Мединский, на тот момент депутат Госдумы, заявил с трибуны. Не обманывайте себя иллюзиями, будто тело, лежащее в мавзолее, является телом Ленина. Там осталось всего 10% от реального тела. Еженедельник власть решил проверить эту цифру. Во время вскрытия и последующего бальзамирования из тела Ленина были удалены внутренние органы и внутренние жидкости были заменены на бальзамирующие. Подсчитав количество удаленного материала, Еженедельник не без иронии заключил, что депутат Мединский ошибся. Он заверил лежать не 10% ленинского тела, как он заявил, а 23%. Имеют ли эти слухи, предположения и ироничные подсчеты отношения к реальности? Все зависит от того, как определять, что такое настоящее или ненастоящее тело. Для ученых лаборатории в мавзолее, которая занимается сохранением ленинского тела уже 98 лет, всегда было важно поддерживать динамичную форму этого тела, включая его физический вид, физдинамическое сходство, вес, цвет, эластичность кожи, плотность, упругость тканей, сгибаемость суставов. Даже сегодня суставы ленинского тела сгибаются, торс и шея поворачиваются, кожа эластичная и ткань упругая. Тело не затвердело и не превратилось в высохшую мумию, потерявшую внешнее сходство с прототипом. Поэтому, как замечают ученые Мавзолиной лаборатории, с которыми я общался, называть это тело мумией, как это часто делается в прессе, неверно. Для того, чтобы поддерживать динамичное, гибкое, упругое состояние тела, Мавзолинная лаборатория уже долгие годы проводит множество уникальных процедур, разработанных в процессе длительной экспериментальной деятельности и научной работы. Биологические материалы в теле Ленина постепенно заменяются на новые, порой искусственные. Процесс этот идет медленно, но с годами количество искусственного материала в теле неуклонно нарастает. С одной стороны, на уровне динамичной формы это тело, безусловно, является настоящим телом Ленина. С другой стороны, на уровне биоматериалов, из которых оно состоит, оно все дальше отдаляется от оригинала. В советские годы специальные комиссии, состоящие из партийных и государственных деятелей, и ученых-биохимиков, и патологоанатомов, регулярно изучали и проверяли состояние ленинского тела. Они проверяли эластичность кожных покровов, пигментационные пятна и морщины на разных поверхностях тела, водный баланс во внутренних тканях, абсолютно во всех молекулах, состояние протеинов и липидов в высочной ткани, сгибаемость суставов, сухожилий и так далее. Ткани обрабатывались, морщины разглаживались, старые бальзамирующие жидкости заменялись на новые, а падающее содержание кальция в костях восполнялось. Было разработано множество специальных технологий. Тело Ленина существовало как бы в двух разных режимах видимости. Для предпринимающих комиссий и политического руководства оно было динамичным и гибким, и с годами его состояние даже улучшалось. Для обычных посетителей мазолея тело выглядело статично, и застывшим в неизменном состоянии на века. Существование этих двух режимов видимости является отражением того, что политическая роль, которую тело Ленина играло в советской истории, далеко выходило за рамки простого пропагандистского символа, предназначенного для мобилизации народных масс на поддержку партии и правительства. Тело Ленина выполняло и другую задачу, не менее важную для советской политической системы. В чем заключалась эта роль? Для ответа на этот вопрос вернемся в начало 20-х годов. Зимой и весной 23-го года у Ленина случился второй, чуть позже третий инсульт. Он практически потерял способность говорить, читать и писать. Был установлен строгий режим посещения Ленина и контроль за инфрополитической ситуацией в стране. Строгий режим поражал работу о здоровье вождя, но одновременно выдавал желание некоторых руководителей нейтрализовать сильного политического соперника. Нельзя сказать, что в последний год своей жизни Ленин совсем исчез из политической арены страны, однако его публичный образ поменялся. Пока реальный живой Ленин находился в горках, был практически в политическом языке возникла фигура канонизированного Ленина, имеющего к реальному человеку опосредованное отношение. В марте 23-го года в публичный язык был введен термин ленинизм. Ленин возражал против введения этого термина, но его мнение не было чтено. Многое из того, что Ленин говорил и диктовал в конце 22-го, в начале 23-го года, в доктрину ленинизма не вошло. Вскоре был открыт институт Ленина в Москве. Ленин как политическая фигура оказался раздвоен, точнее удвоен. Один Ленин был исключен из политической жизни, другой был в ней канонизирован. Именно посредством этих двух одновременных, но противоположных процессов, исключения Ленина из политического пространства и его канонизации в этом пространстве в начале 20-х годов начала формироваться доктрина ленинизма. Во все периоды советской истории ленинизм подвергался корректировке и изменениям. Просмотрим вкратце этот процесс. Слова Ленина часто цитировались в отрыве от контекста, в котором они произносились. Известным работам давалась новая трактовка. Цензуре подвергались ранее опубликованные труды и факты жизни вождя. Хотя в публичных текстах и высказываниях ленинизм всегда представлялся как постоянное и неизменное учение, на практике он часто подвергался цензуре и коллекции. В этом процессе принимало участие несколько институтов и учреждений. Одной из центральных ролей здесь играли отдел лагитации и пропаганды ЦК и Институт марксизма и ленинизма. За 68 лет своего существования Институт марксизма и ленинизма пережил несколько преобразований и сменил несколько названий. С 1923 по 1931 годы он назывался Институтом Ленина. То, что здесь на фотографии. В 1931 году его объединили с Институтом Маркса и Энгельса, создав расширенный Институт Маркса, Энгельса и Ленина, сокращенно ИМЭЛ. После смерти Сталина в 1953 году его фамилию добавили к названию и Институт стал ИМЭЛС. Но после развенчания культа личности в 1956 году Институт вновь переименовали. Он стал Институтом марксизма и ленинизма, сохранившим это имя до 1991 года. На протяжении десятилетий Институт готовил к публикации работы классиков Энгельса, Маркса, руководителей СССР и лидеров международного коммунистического движения. Всегда была подготовка к публикации статей, книг, речей, писем и комментариев Ленина для полного собрания сочинений. С 20 по 66 годы Институт подготовил к печати пять полных собраний сочинений, каждая из которых отличалась от предыдущего количеством томов, включенными текстами, редактурой, библиографическими, материалами и так далее. В перестройку Институт начал готовить шестое полное собрание, но эта работа была прервана распадом СССР. Институт Ленина получил исключительное право печатать ленинские труды в 1924 году, вскоре после кончины Ленина. Публикацию этих текстов другими изданиями была запрещена. Историк Владимир Масолов, изучавший деятельность Института и сам некоторое время являвшийся его сотрудником, замечает, что задачи Института всегда были несколько противоречивы. С одной стороны, он являлся научно-исследовательским учреждением, а с другой – идеологическим органом ЦК. В качестве исследовательского учреждения Институт готовил к публикации ленинские труды разных лет, включая тексты, которые ранее не публиковались, создавая для них аналитический аппарат, библиографию и комментарии. А в качестве идеологического органа ЦК Институт должен был готовить материалы, подтверждающие верность текущей политике партии в каждой из периодов истории. Это вело к постоянным изменениям в тексте ленинизма, который Институт распространял. Если в первом полном собрании сочинений Ленина, выходившем между 20 и 25 годами, содержалось множество комментариев Ленина, положительно оценивающих, например, действия Троцкого во время революции, то из второго и третьего собраний сочинений, выходивших с 26 по 32 годы, эти комментарии исчезли. А в четвертом полном собрании, выходившем между 41 и 51 годами, имена Троцкого, Бухарина, Каменева, Зиновьева и многих других, не упоминались вообще. В 31 году Сталин подверг критике исторический подход к изучению ленинских текстов, то есть подход, согласно которому интерпретация ленинских высказываний была привязана к конкретным событиям, по поводу которых Ленин эти высказывания делал. Такой исторический подход, по мнению Сталина, сужал ленинизм до размеров мелкого исторического комментария по поводу конкретных событий, вместо того, чтобы показать, что ленинизм, как высшая стадия марксизма, сформулировал все базовые аксиомы большевизма, имеющие универсальную ценность. Слезо сталинской критикой, правда, напечатала статью против искажений ленинизма, в которой говорилось, что все работы Ленина следует проверять на предмет контрреволюционных идей и интерпретаций, которые налипли к ним за прошедшие годы. Началась кампания ревизии ленинизма. Институт марксизма Маркса Энгельса Ленина, который на тот момент играл главную роль в этой кампании, в письме Сталину писал в письме Сталину, простите, описал принципы, которыми институт руководствовался при подготовке 31-го дополнительного тома, в который должны были войти ранее неопубликованной работы Ленина. Например, институт рассматривал множество писем Ленина, решая, публиковать их или нет. Если письмо было адресовано лицам, которые позже стали врагами партии, писал директор института Адаратский, но при этом письмо имело большое значение по своему идейно-политическому содержанию, оно включалось в дополнительный том, без упоминания фамилии врага народа. Но если в тексте Ленина содержалось прямое одобрение заявлений или действий лиц, ставших потом врагами, такой текст публикации не допускался. Замдиректора ИМЭЛ Владимир Сорин в письме Сталину и Молотову описал другие методы, по которым тексты Ленина подвергались цензуре. Работая над дополнительным тоном собрания сочинений, институт подготовил 688 страниц ленинских текстов, но из этого массива было решено выкинуть 48 страниц, поскольку они были связаны с именами людей, ставших врагами партии. Такое значительное исключение ленинских текстов не следует считать проблемой, писал Сорин, так как в оставшихся 640 страницах все еще содержится масса очень ценных и важных материалов. Среди ранее неупубликованных работ ИМЭЛ Ленина ИМЭЛ подготовил большую подборку материалов по национальному вопросу для дополнительного тома. Работая с этими текстами, писал Сорин, институт сократил их почти вдвое, потому что мы выбросили тот материал, который связан с Бухариным, чтобы не портить картину. После завершения работы текст дополнительного тома должен был отправиться на проверку к цензорам ЦК, но перед тем, как послать им подготовленный том, руководство института решило перестраховаться и сократило объем уже отобранных текстов Ленина по национальному вопросу еще вдвое. Но, несмотря даже на эти кардинальные меры, цензоры ЦК посчитали публикацию неизвестных работ Ленина нецелесообразной, и дополнительный том вообще был отменен. После выхода сталинского кратского курса истории ВКПБ в 1938 году ленинские тексты были подвергнуты новой кампании редактирования инцензуры. Процесс был поставлен на более организованную основу. ИМЭЛ выпустил брошюру под названием «Инструкция для работы подопечатки сочинений Ленина», в которой предусматривалось множество мер от простого исключения имен врагов народа до более значительных редакторских изменений внутри текстов Ленина. После 20-го съезда институт был переименован в Институт марксизма-ленинизма. С 1958 по 1966 годы он выпускал в печать пятое полное собрание сочинений Ленина. Это постсталинское собрание широко рекламировалось как наиболее полное и верное, в котором прежние искажения были исправлены. Однако тексты Ленина в пятом полном собрании продолжали подвергаться цензуре по множеству причин. Текст Ленина не включался в собрание, если он противоречил политике КПСС в 60-е годы или мог быть интерпретирован как критика существующей советской системы. Если из текста следовало, что Ленин был беспощаден к некоторым лицам и группам граждан, или что он ошибался в каком-то вопросе, если в тексте упоминались отношения Ленина с Энессой Арманд или слишком подробно упоминалась ленинская болезнь. Как и прежние тексты, написанные Лениным в соавторстве с Каменевым, Зиновьевым, Петронским и прочими бывшими врагами, в Пятое собрание сочинений не вошли. В начале 60-х годов историк Фридрик Фирсов, работавший на тот момент в Институте марксизма и ленинизма обнаружил в партийном архиве при Институте речь Ленина от 21-го года, которая ранее не публиковалась. В речи было множество деталей, и Фирсов предложил ее к публикации в Пятом полном собрании. Однако аппарат ЦК публикацию запретил. Главной причиной запрета, как объяснили Фирсову, было заявление Ленина о том, я цитирую, что недопустимо изгнание из партии за критику линии, проводимой ее руководством. Эта позиция, согласно разъяснению ЦК, он получил ее в письменном виде, противоречит сложившейся партийной практике. Федор Бурлацкий писал о другом механизме искажения ленинских слов, который прорадиковался в идеологическом отделе ЦК в 60-е годы. В начале 64-го года Хрущев поручил Михаилу Суслову выступить на февральском пленуме с речью о последствиях культа личности. Суслов в свою очередь поручил подготовить речь референтам Бурлацкому и Белякову. Они проработали над речью всю ночь и наутро представили текст Суслову. Бурлацкий вспоминает, Суслов читал, приговаривая, хорошо, здесь хорошо сказано, здесь опять же хорошо, хорошо отразили. В одном месте остановился и говорит, тут бы надо цитаткой подкрепить из Владимира Ильича, хорошо бы цитатку. Ну, я осоловевший от бессонной ночи, говорит Бурлацкий, заверил, цитатку, мол, мы найдем. Хорошую цитатку, цитаткой для меня не проблема. Тут он бросил на меня взглядец, быстрый такой, остренький, и сказал, это я сам сейчас подберу, я сам. И шустро так побежал куда-то в угол кабинета, вытащил ящичек, которые обычно в библиотеках стоят, поставил его на стол и стал длинными худыми пальцами быстро-быстро перебирать карточки с цитатами. Одну вытащит, посмотрит, нет, не та. Другую начнет читать при себя, опять не та. Потом вытащил и так удовлетворенно говорит, вот это годится. Ленинские цитаты в обширной коллекции Суслова были вырваны из контекста, в котором они изначально произносились и писались. Учитывая невероятный по объему корпус ленинских текстов и высказываний по самым разным политическим ситуациям, в принципе, можно было найти изолированную цитату из Ленина для иллюстрации любых мыслей и инициатив, включая прямо противоположные, чем Суслов по словам Ласкова и занимался. В 90-м году, за полтора года до обвала советского государства, КПСС признала, что все предыдущие версии ленинизма содержали в себе множество искажений ленинских слов и мыслей. Горбачев начал свою речь по случаю 120-летия со дня рождения Ленина в апреле 90-го года с словами «Ленин остается с нами как величайший мыслитель 20-го века», но затем он быстро добавил «Нам следует переосмыслить Ленина и его теоретическое и политическое творчество, освобождаясь при этом и от извращений и от канонизации его выводов. Пора покончить с бездомным до нелепости обращением с именем и образом Ленина, когда его превращали в икону». В заключении речи Горбачев предложил отказаться от автоматического использования термина «ленинизм», поскольку эта доктрина по его словам не отражает ленинскую мысль, сужая ее до узких рамок идеологического канона. Независимо от того, что мы думаем о Ленине сегодня, важно, что в 90-м году партия признала, что канонический ленинизм в советской истории строился во многом путем искажения ленинских текстов, мыслей и фактов жизни. Итак, дискурсивный корпус ленинизма, который я описал, создавался и менялся во все периоды советской истории посредством двух противоположных процессов. С одной стороны, исключение, цензурирование, переписывание ленинских текстов, с другой, их канонизации, как неоспоримые истины. Параллельно с производством этого корпуса текстов шло аналогичное воспроизводство ленинского тела. Тело постоянно перебальзамировалось, корректировалось, менялось, из него исключались биологические материалы и субстанции и добавлялись новые, но при этом тело всегда представлялось вечным и неизменным физическим воплощением ленинизма. Ленин умер 21 января 1924 года. Сначала не было планов сохранения ленинского тела на века. Тело было выставлено в колонном зале Дома Союзов и в течение трех дней шло публичное прощание. был построен деревянный склеп мавзолей, в котором тело ленина должен был быть захоронен. Похороны состоялись 27 января. Тело ленина в открытом гробу было перенесено на Красную площадь и после церемонии прощания установлено в мавзолее. Температура с конца января до середины марта колебалась между минус 10 и минус 25 по Цельсию и в деревянном мавзолее она не поднималась выше нуля. В этих условиях признаки разложения проявлялись на теле крайне медленно. Дополнительную роль в замедленном замедлении разложения сыграло то, что патологоанатом Алексей Абрикосов прекрасно выполнило временное бальзамирование во время вскрытия тела. В результате всего этого окончательное погребение Ленина можно было отложить на некоторое время. Официально для того, чтобы дать возможность большему количеству людей проститься с вождем, а не в крышке саркофага, в котором тело лежало во временном мавзолее, было сделано два стеклянных окошка, позволявших посетителям видеть лицо Ленина. Каждые три дня комиссия по организации похорон проверяла состояние тела. До середины марта значительных изменений замечено так и не было. То, что тело оставалось в хорошем состоянии дольше, чем ожидалось, позволило партийному руководству не просто отложить его захоронение, но и подолгу обсуждать его будущую судьбу. Обсуждения шли долго, на протяжении двух месяцев, и в конечном итоге Верх взяло мнение о том, что следует попробовать сохранить тело на длительный срок. Поначалу многие члены руководства отнеслись к этой идее как контрреволюционной. Троцкий, Бухарин, Ворошилов и Бонч Бревич, например, считали, что длительное сохранение и публичная демонстрация тела могут вызвать ассоциации с религиозными мощами, что, по их мнению, напрямую противоречило материалистическим принципам марксизма. Они были сторонниками сооружения Величественного Мемориала, в котором тело Ленина будет захоронено. Но другие члены руководства, в первую очередь Красин, Дзержинский и Сталин, настаивали, что в сохранении тела Ленина на длительный срок был важный революционный смысл. В действительности мнения не просто разделились надвое, мнений было множество. Показательным является заседание комиссии по организации похорон 5 марта 1924 года. К тому времени температура воздуха начала подниматься и надо было срочно принимать решение. Красин, настаивавший на сохранении тела и имевший инженерное образование, предложил поместить гробь с телом Ленина в металлический ящик со стеклянным верхом, доверху наполненным бальзамирующим раствором, который, по его мнению, можно сказать абсолютно прозрачным и незаметным извне. Однако Феликс Дзержинский, председатель похоронной комиссии, с этим предложением не согласился. Вместо того, чтобы помещать тело в ванну с жидкостью, как какой-то кусок мертвичины, сказал он, его следует заморозить. В ответ несколько членов комиссии заметило, что в результате замораживания тело сохранится неизменно не только тело, но и все дефекты, которых уже было немало. Если тело не заморозить, а забальзамировать жидкостью, остается, что со временем дефекты можно будет исправить. Вячеслав молотов высказался против замораживания и против использования бальзамировающего раствора, но никакой альтернативы предложить не смог. Максимилиан Савельев предложил заключить тело в прозрачную герметическую капсулу, наполненную чистым азотом, нейтральным газом, который, по его утверждению, остановил бы развитие биологических процессов разложения. Но Красин отреагировал скептически. У меня есть сомнения, сказал он. Насколько мне известно, кроме бактерий, которые живут при кислороде, существуют еще анаэробные бактерии, которые могут успешно функционировать в азотной среде. Выслушав эти мнения, член Центральной комиссии Авель Янукидзе заявил, мы, конечно, должны понять, что мы не сможем сохранить Владимира Ильича на очень долгое время. Мы заморозим тело, но никому что это на вечные времена. Если случится беда, так что и при замораживании будет изменяться, то придется все закрыть. Последним выступил член Революционного Совета Климент Ворошилов. Я предлагаю вообще ничего не делать, сказал он. Если еще с год продержится тело и не будет подвергаться изменениям, это совсем хорошо. Мнения участников обсуждения, как видите, разошлись, и общего решения в тот день принято не было. Но в конце марта температура воздуха поднялась настолько, что было решено попробовать экспериментальный метод бальзамирования, разработанный профессором анатомии из Харькова Владимиром Воробьевым, который он в дальнейшем скорректировал совместно с московским биохимиком Борисом Збарским. Процедура основывалась на известных методах при этом отличалась от них настолько, что в ее успехе они уверены не были. Воробьев, Збарский и четыре помощника подняли над телом четыре месяца в небольшой лаборатории, организованной в задней части мазолея. В конце июля они доложили партийному руководству об успешном окончании работы. Если тело будет регулярно обрабатываться и перебальзамироваться согласно их методу завеливания, есть высокая вероятность того, что оно будет сохраняться длительное время. Но они осторожничали. Когда члены партийной комиссии спросили, на какой именно срок можно рассчитывать, Воробьев сказал, на этот вопрос я позволю себе не отвечать. 24 июля в советской печати появилось официальное заявление комиссии по увековещению памяти Ленина, которое гласило, само собой разумеется, что ни мы, ни наши товарищи не хотели создавать из останков Владимира Ильича какие-то мощи посредством которых мы могли бы популяризировать или сохранить память о Владимире Ильиче. Но мы всегда придавали и придаем величайшее значение сохранению облика этого замечательного вождя для подрастающего поколения и всех будущих поколений. В этом заявлении проявилось такое же двоякое отношение к Ленину, которое проявилось в период его болезни, о чем я говорил выше, а также при публикации его текстов и во время дискуссии о возможном сохранении его тела. Речь шла будто бы о двух Ленинах. Один Ленин был исключен из политической сферы, его голос подвергался цензуре, искажениям или просто стирался. Другой Ленин был канонизирован в политической сфере, и любое его слово приравнивалось к неоспоримой истине. Эта двоякость фигуры Ленина отразилась даже в том, что на протяжении месяцев дебаты о судьбе его тела в временностях с противоположными именами. Первая называлась комиссия по организации похорон Ленина, а вторая комиссия по сохранению тела Ленина. Двойное отношение к телу Ленина отразилось и на работе ученых Мавзолейной лаборатории и на том, как они к телу относятся. На протяжении последних трех десятилетий эта лаборатория в постсоветское время носит название, за которым не слишком виден род ее деятельности. Научно-исследовательский, учебно-методический центр биомедицинских технологий. Известный анатом, это находится на улице Красина в Москве, известный анатом академик Юрий Михайлович Лопухин, на протяжении многих лет проработавший ведущим специалистом Мавзолейной лаборатории в наших беседах об особенностях ленинского тела иногда называл его живой скульптурой. Фраза живая скульптура парадоксальна, и это не случайно, этой фразой Пухин создает лекарную двойственность ленинского тела, которую более традиционные термины, такие как труп, мумия или мощи, передать не в состояние. За многие годы, в результате регулярных процедур перерепрессамирования и реконструкции, биологический состав ленинского тела значительно изменился. В некотором смысле, это тело постоянно стремится стать в репрезентации тела Ленина. Но с другой стороны, это все же не внешняя репрезентация, как в случае обычной скульптуры, например, а непосредственно реальное тело самого вождя. Фраза живая скульптура, которую использует Юрий Лопухин, передает этот странный парадокс, подчеркивая, что мы имеем дело как бы с скульптурным изображением тела, возникшего непосредственно из самого тела. Эту идею можно выразить иначе. Тело Ленина, которое ученые в авторизной лаборатории поддерживали десятилетиями, является одновременно реальным телом Ленина и имитацией этого тела. Как и в случае с ленинскими текстами, о которых я говорил выше, физическое тело Ленина, с одной стороны, подвергается постоянным изменениям, цензуре, конструированию, а с другой поддерживается как реальное и неизменное. Каждые полтора года тело Ленина подвергается так называемым большим процедурам, которые длятся около двух месяцев. В начале процедуры из тела сливаются все бальзамирующие жидкости, оставшиеся со времен предыдущего бальзамирования. Эти жидкости подвергаются множеству химических и биологических анализов, чтобы определить, какие химические ткани, которые анализируются, чтобы тело погружается на несколько недель в ванну с новыми бальзамирующими составами для полной бальзамировки. Вот это процесс бальзамировки здесь показано не тело Ленина, а тело одного из экспериментальных объектов, так называемых, которые тоже бальзамированы в лаборатории для того, чтобы постоянно контролировать новые методы, которые возникают. вот еще один из моих информантов, биохимик Козельцев, и тут показаны некоторые приборы, если будет интересно, я могу рассказать, которые используются для анализов всех этих материалов и жидкостей, которые забираются каждую коду из тела. В советские годы в анализе жидкости и ткани принимала участие не только лаборатория при Мавзолее, но целая сеть научных институтов, например, Институт биохимии имени Баха, Институт морфологии человека, Институт физической химии и многие другие. Ведущие сотрудники лаборатории при Мавзолее также являлись сотрудниками этих научных институтов и работали в Мавзолее по совместительству. И Лопухин, и Козельцев работали в разных институтах, кроме лаборатории. Все это способствовало включению лаборатории и ее исследований в разветвленную сеть научных учреждений, способных проводить специфические исследования. Далее во время процедур перебальзамирования делаются сотни микрофотографий поверхности тела. Их сравнивают с фотографиями, сделанными во время предыдущих процедур. Фиксируется каждая новая морщинка, впадинка и провала на поверхности тела. Все дефекты справляются. Я сделал небольшое пояснение. Я видел фотографии и рисунки, которые делаются с тела Ленина, микрофотографии, но мне скопировать их не разрешили. У меня есть аналогичные рисунки и фотографии тела Димитрова, который тоже бальзамировался этой же лаборатории по тому же принципу. Просто в качестве примера каждый раз, когда проходят эти большие процедуры, ведется очень-очень подробный анализ не только лица и рук, но и всего тела. В данном случае у меня тут только лицо показано. Комиссии, регулярно проверявшие тело Ленина в обнаженном виде, всегда уделяли особое внимание состоянию всех его частей, включая те, которые посетители Мавзолея видеть не могут. 19 января 1939 года Комиссия Народного комиссара здравоохранения по осмотру тела Ленина отметила несколько новых дефектов на теле. Профессор медицины Николай Бурденко обратил внимание на левого предплечья и в нижней части тела, особенно в области таза. Начальник медицинского управления Кремля Алексей Бусалов отметил, что на ступнях и пальцах ног заметны следы мумификации. В области таза присутствуют следы новых морщин и утончения. Все эти дефекты необходимо было изучить и полностью исправить. Одной из причин, по которым на коже тела появляются новые морщины, впадинки и пятна, является гидролец, процесс, в результате которого твердые подкожные жиры переходят в жидкое состояние и вытекают из своих участков. Это ведет к проседаниям и сморщиванию кожного покрова и изменениям его цвета. Чтобы решить проблему гидролиза, новзолейная лаборатория разрабатывала специальную массу, искусственный заменитель жиров, состоящий из смеси парафина, глицерина и каротина с точки плавления 57 градусов по Цельсию. Этот состав имеет такую же консистенцию, мягкость и плотность, что и подкожные жиры, но в отличие от последних он нейтрален с химической точки зрения, поэтому не подвержен гидролизу. Кроме того, при комнатной температуре ему можно легко придавать любую форму. С помощью микроинъекции этой массы вводится в подкожные области, где были обнаружены впадины и изменения объемов, замещая собой жировые клетки, подвергшиеся гидролизу. Далее первоначальный ландшафт кожного покрытия в этом месте влепливается заново с помощью специальных микропроцедур. Этот метод начал применяться в 30-е годы, но на сегодняшний день он разработан намного лучше и он намного более сложный, чем он был раньше. В 39-м году Борис Збарский объясняет этот метод членам очередной проверяющей комиссии, после чего народный комиссар здравоохранения Георгий Митерев спросил, означает ли это, что со временем все жиры в теле будут заменены на искусственные массы? Збарский ответил утвердительно и Митерев был удовлетворен ответом. С точки зрения миссии такая замена биологического материала на искусственные массы проблема не являлась. Важнее было сохранить неизменный покров и эластичность кожи, форму и объем тканей, изгибаемость суставов. Таким образом, с одной стороны в этом теле постоянно идет замещение большого числа биоматериалов на искусственные, а с другой воспроизводится в неизменном виде внешнее сходство, физическая форма, тактильность, гибкость, эластичность, вес, причем всего тела, не только видимых частей. Что же это за тело? Оригинал или копия? Реальное тело или его скульптурное изображение? Почему сохранять неизменную динамичную форму этого тела важнее, чем сохранять весь его биологический материал? И почему усилия ученых направлены на сохранение кожного ландшафта даже тех частей тела, которые никому, кроме государственных комиссий, не видны? В чем был политический смысл этой работы в советское время? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, важно сравнить тело Ленина с телами суверенных лидеров в других исторических и культурных контекстах. Для начала я обращусь к телам средневековых европейских историк Эрнст Конторович исследовал в своей знаменитой книге «Два тела короля». Конторович описывал актуалы горолевской власти в абсолютных монархиях Англии и Франции в период позднего Средневековья и начала нового времени, когда в связи с отделением институтов власти от церкви возникла новая юридическая доктрина, связывающая власть суверена с его физическим телом. Надо заметить, что суверенная власть распространяется не только в пространстве, на территории внутри государственных границ, с чем мы хорошо знакомы, но и во времени суверенная власть способна пережить смерть каждого конкретного носителя суверенитета короля, президента и воспроизвестись заново в преемнике. Но раз суверенная власть монарха переживает конкретного носителя власти, значит, такая власть не может быть воплощена полностью в живом физическом теле монарха. Эта идея стала важна в английском и французском государствах на рубеже 15-16 веков. С переходом к светской модели монархии. В новом контексте, пишет Конторович, уникальность королевских особ стала рассматриваться как биологическая уникальность. Согласно новой доктрине, монархи превратились в особый биологический вид человека, настолько особый, что его биологические качества можно было обнаружить путем анализа королевской крови. Главным отличием монарха от обычных смертных было то, что физическое тело монарха было удвоенным телом. В одном человеке, сидящем на суверенном троне, уживалось как бы два разных физических тела. Одно смертное, а второе бессмертное. Смерть монарха была кончиной его смертного тела, а бессмертное тело продолжало жить, но покидало труп короля и переселялось в физическую плоть следующего монарха. Доктрина удвоенного тела существовала не только в воображении королевских юристов. Она воспринималась как вполне реальная физическая удвоенность, которую можно было пощупать. Лучше всего эта удвоенность была видна в период междуцарствия, когда предыдущий монарх был уже мертв, а последующий еще не взошел на престол. В этот короткий период удвоенность королевского тела выражалась в одновременном физическом сосуществовании у всех на глазах двух физических тел, трупа умершего короля и королевской погребальной куклы, так называемой эфигии. Во многих культурных контекстах распространены изображения и скульптуры умерших, например, на могилах. Эти изображения являются внешними репрезентациями погребенного человека, то есть замещением исчезнувшего тела. Погребальная кукла отличалась от таких изображений. Она не являлась внешним скульптурным изображением короля и не могла замещать его умершее и отсутствующее тело. Напротив, погребальная кукла могла появляться на публике только вместе с трупом короля в тот период, когда труп еще не был погребен и был выставлен на обозрение. Погребальная кукла всегда выставлялась рядом с королевским трупом. Именно вместе, как пара, королевский труп и королевская погребальная кукла олицетворяли собой удвоенное королевское тело. Труп был смертным телом короля, а эфигея погребальная кукла его бессмертным телом. Погребальная кукла выглядела крайне реалистично. Ее изготавливали из дерева и кожи в масштабе один к одному. Лицо делали из воска с невероятной точностью. В качестве модели использовали посмертную маску короля. Лицо аккуратно раскрашивали в реалистичные тона, повторяли все морщинки и детали лица. При изготовлении головы употреблялись настоящие волосы ресницы. Руки и ноги погребальной куклы сгибались в суставах и металлические шарниры. Кукла была одета в настоящие одежды короля, знакомые его близким и придворным. Во время публичных приемов и трапез королевские медики подходили к эфигеи, делая вид, что они прислушиваются к дыханию куклы и измеряют ее пульс. Ей подносили еду и напитки, а затем выдержали салфетками ее губы и руки. Короля погребальную куклу несли в процессе и с той же торжественностью, что и труп. Кукла была бессмертной половиной удвоенного королевского тела, но после погребения умершего монарха и вступления на трон его преемника погребали куклы. Теперь два тела короля, смертные и бессмертные, вновь оказывались воплощены в теле нового живого монарха. Эрнст Конторович считал теорию об удвоенном теле короля уникальный и имеющий отношение лишь к государствам Западной Европы на рубеже средних веков и нового времени. Однако, как показали работы антропологов и историков, ритуалы воспроизводства власти, в основе которых лежит принцип удвоения суверенного тела, существует в огромном количестве несвязанных между собой социально-культурных и исторических контекстов. Например, в третьем издании известной книги «Золотая ветвь. Исследование по сравнительной религии» британского антрополога Сэра Джеймса Фрейзера, вышедшей в 1916 году, есть подробное описание ритуала погребения монарха и воспроизводства преемственности монархической власти в королевстве Шилук в Южном Судане. Хотя детали этого ритуала отличаются средневекового английского и французского вариантов, он тоже включает теорию об удвоении монархического тела, и в нем тоже используется подобие погребальной куклы. Аналогичные ритуалы независимо друг от друга существовали во множестве мест в Восточной Индии, Средневековой Японии, Древнем Риме, Современном Ватикане, а также в многочисленных королевствах Африки. За неимением времени я, конечно, не буду на них останавливаться. Во всех этих контекстах тело носителя суверенной власти рассматривалось как удвоенное тело или как удвоенное тело. Появление таких ритуалов и доктрин власти в разных несвязанных контекстах по-видимому было вызвано попытками разрешить крайне распространенное противоречие между конечностью жизни конкретного носителя власти и бесконечностью института этой власти. Таким образом, политическая модель, описанная Конторовичем, является лишь частным примером гораздо более широкого политического феномена. Политическая модель, возникшая с самого начала советской гуманистической системы, тоже связывала суверенную власть с удвоением тела фигуры, которая олицепаряла эту власть. Однако проводить прямую параллель здесь преждевременно. В советском варианте эта политическая модель удвоенного суверенного тела была довольно оригинальной и значительно отличалась от других случаев. Чтобы развить этот тезис необходимо сравнить структуру суверенной власти в советской системе не только с традиционными системами прошлого, такими как абсолютистские монархии Европы, но и с современными системами, например, с либеральной демократией. В абсолютной монархии прошлого суверен стоял за пределами политических институтов государства одной ногой, во внешней точке, где располагался фундаментальная и не поддающаяся сомнению истина, из которой суверен черпал легитимность. В современной либеральной демократии, в отличие от абсолютной монархии, суверенная власть тоже связана с внешней точкой, находящейся за пределами государственных институтов и законов, точкой, в которой расположена основополагающая истина либерально-демократического государства. Эта истина лежит в основе конституции, и ее невозможно поставить под сомнение в политическом языке или законах государства. Например, в Соединенных Штатах такой внешней неподдающейся сомнению истиной являются документы отцов-основателей так называемых и конституция. Однако, в отличие от монархии, где в этой внешней точке стояла фигура короля, в современной либеральной демократии это внешнее место пусто. Ни один действующий демократический лидер не может занять это место, став автором истины. И при этом каждый лидер вынужден ссылаться на эту истину для легитимации своих действий. В советском государстве структура суверенной власти и материальный объект, олицетворяющий суверенную истину, напоминали то, как они оформлены и в монархии, и в либеральной демократии. Но при этом советский вариант отличался от обеих этих систем. Роль основополагающей истины здесь играл ленинизм. Как выражение истины, ленинизм был расположен за пределами политической системы. То есть не мог быть поставлен под вопрос на советском политическом языке или в рамках советского закона. Каждый советский руководитель должен был апеллировать к ленинизму как для легитимации своих действий. И ни один руководитель не мог усомниться в ленинизме, отменить его или заменить его на новую доктрину. Это касалось абсолютно всех, включая Сталина в период расцвета его личной власти. Иллюстрацией этого тезиса служат два важных феномена советской истории. Сначала возникновение культа личности Сталина, а затем развенчание этого культа после смерти Сталина. Культ Сталина строился на его прославлении как наиболее верного ленинца, имеющего особое уникальное значение знаний ленинизма. А квитика культа личности строилась на обратном, на обвинении Сталина в искажении ленинизма. Призом развенчание культа не привело к падению партии, поскольку партия смогла вновь вернуться к неискаженному ленинизму. Тело Ленина, так же, как и корпус ленинских текстов, являлось физическим воплощением истины ленинизма. Это тело было суверенным телом, и на протяжении десятилетий оно воспроизводилось как удвоенное тело, совмещающее в себе одновременно смертное и бессмертное тело, труп конкретного вождя и сконструированную погребальную куклу суверенов в абстрактном виде. Биологический материал этого тела постепенно разрушался, замещался на новый, а его форма, упругость, сгибаемость, вес, визуальное сходство реконструировались вновь и вновь в неизменном виде. Фраза «Живая скульптура», которой пользуется академик Лопухин, отражает это удвоенное состояние. Сохранение ленинского тела не было обязательным элементом советской политической системы власти. Если бы это тело не было сохранено, его роль играли бы ленинские тексты, цитаты и изображения. Но после того, как по стечению обстоятельств тело оказалось сохранено и стало ясно, что оно может сохраняться очень долго, обратной дороги уже не было. Прервать процесс сохранения в таких условиях было бы эквивалентно атаке на ленинизм. В заключение я бы хотел вернуться в начало выступления. Слухи о том, что ленинское тело – это копия, а не оригинал, можно рассматривать и как верные, и как ошибочные. Все зависит от перспективы. С одной стороны, это тело, безусловно, является реальным телом Ленина. Однако оно не сохраняется в неизменном виде раз и навсегда. Его реконструируют, дорабатывают, меняют, сохраняя форму и подвижность неизменными. Работа над телом Ленина в советский период всегда велась в атмосфере величайшей секретности за закрытыми дверьми, вдали от глаз общества. Причина этой секретности та же, что и причина секретности, которая окутывала работу манипуляций ленинскими текстами. Пока эта работа оставалась скрыта от внешнего взора, ленинизм представлялся как фундаментальная и неизменная истина, как источник деятельности партии, а не продукт партийных манипуляций, каким он во многом являлся. С обвалом советской системы в 1991 году ленинское тело оказалось исключенным из этой сложной символической системы. Новое правительство не стало закрывать мавзолея и лабораторию, однако отменило их финансовую поддержку. На протяжении последних 30 лет решение о судьбе ленинского тела так и не было принято. Сегодня тело остается в мавзолее и доступно для публичного обозрения. Мавзолейная лаборатория продолжает работать, хотя с уменьшенной силой. Для большинства ее сотрудников проект по поддержанию тела Ленина сегодня не имеет явной политической окраски и сводится скорее к уникальному научному эксперименту, остановить который, по их мнению, было бы жаль. В результате этого эксперимента возникло необычное анатомическое знание о биологических тканях, процессах биохимического старения, способах сохранения, обработки и тестирования. Тело продолжает существовать, воспроизводиться и развиваться. У этого процесса есть как бы своя собственная поступательная логика. Исчезновение советской системы не прервало этот поступательный момент, не превратило тело в застывший разлагающийся труп, но не свело его к искусственной сконструированной кукле. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Мы ждем друзья ваших вопросов в чате. Пожалуйста, пишите. Пока у нас один вопрос. А почему мавзолейная лаборатория сейчас в виде Невилара? Мавзолейная лаборатория была введение КГБ в советское время и финансировалась непосредственно из государственного бюджета. В 92-м году это финансирование было прервано и она вышла поскольку все институты преобразовываются как вы знаете. И некоторое время она вообще была в подвешенном состоянии никому было платить. То, что главные все ученые, о которых я говорил, там мавзолейная группа и руководители отделов работали еще в других институтах несколько помогло, потому что они получали зарплату в другом месте и могли приходить в лабораторию просто по личной инициативе. Но вскоре в середине 90-х был создан фонд мавзолей, куда давались частные пожертвования, включая пожертвования новых бизнесменов довольно богатых. Лаборатория смогла поднять немножко свое финансирование и в конце концов в конце 90-х ВИЛАР институт лекарственных трав и растений взял свою опеку лабораторию, поскольку многие наработки, многие химические исследования и биохимические исследования общие, которые имеют отношение к этой деятельности, давно вышли за рамки просто сохранения, важны и для ВИЛАРа тоже. ВИЛАР дает некоторые задачи этой лаборатории. Но в принципе она является как бы независимым учреждением внутри ВИЛАРа и главная цель была просто иметь некую административную крышу и способ финансирования через Министерство сельского хозяйства. Вот так это произошло довольно случайно. Большую роль тут сыграл академик Быков, который является директором ВИЛАРа. Он просто на личной инициативе все это организовал. Спасибо. Следующий вопрос означает ли сохранение тела это сохранение легитимности советского наследия? Естественно, из того исторического контекста и в принципе не играет ту роль, которую я описал. Я считаю, что она является сохранением историчности некоторой, как и любой мемориал, любой дворец. И в принципе мое личное отношение к тому, стоит ли не стоит его выносить следующее. Можно, конечно, было бы вынести, а можно было бы оставить, но сделать, например, в музоле мемориал некий. То есть некий исторический мемориал прошлого, в котором это тело играло бы мемориальную чисто роль. В этом смысле поддерживать его, кстати говоря, не так дорого. То, что они сейчас делают, они практически перестали заниматься наукой, я только поддерживаю тела. Это практически недорогая процедура. Но сказать, что это каким-то образом продолжает легитимировать советскую власть, и пока мы не вынесем тело, это легитимация не будет порванным, я считаю, что это не так. основная масса людей, с которыми я общался, когда я провел свои исследования, даже не в курсе того, что тело можно до сих пор посетить. Очень многие думают, что закрыт. Следующий вопрос. Не совсем понятно, зачем советскому государству было нужно удвоение тела. монархи это очевидно, но здесь непонятно. Дело в том, что существует некоторая истина, основополагающая, которая сформулирована в терминах ленинизма, и она находится за пределами политической системы, так же, как это с любым суверенным высказыванием, она находится за пределами, и из нее черпается легитимация этой системы. Это тело частично находится в этом внешнем бессмертном состоянии, которое продолжается независимо от того, какие изменения внутри политической системы происходят. С другой стороны, это тело является смертным, поскольку это тело как конкретного живого человека и выстроено таким же образом, как конкретный труп конкретного человека. Вот это и есть то самое раздвоение. Оно, естественно, не было проговорено в терминах в языке, в юридическом языке таким же образом, как это было сделано, например, у французских и английских монархий на рубеже Средневековья и Нового времени. Это был единственный случай, когда раздвоение было выражено в юридическом языке. Во всех других случаях, которые я рассматриваю, все эти ритуалы возникают спонтанно, постепенно, и в них нету этих метакомментариев по поводу того, зачем там такое раздвоение. Оно играет ритуальную роль. Здесь то же самое. Оно является, оно играет ритуальную роль, и когда тело уже сохранено, как я сказал, вернуться к тому, чтобы его захоронить, уже невозможно. Следующий вопрос, мне кажется, отчасти пересекается с предыдущим. И можно ли сказать, что в чем-то советское наследие, это не наследие, но часть слэш основа повседневности? Еще раз. Можно ли сказать, что в чем-то советское наследие, это не наследие, но часть или основа повседневности? Не совсем понятно из вопроса современной или советской, но вот такой вопрос. Советское Это не совсем наследие, но основа повседневности. Я, честно говоря, не совсем понимаю вопрос, но… Давайте попросим автора, может быть, уточнить вопрос. Да, может быть, просто написать чуть-чуть подробнее. Да, что имеется в виду. Так, мы ждем вопросов, друзья, пожалуйста, пишите. Алексей Владимирович, пока у нас нет больше вопросов, я хочу поблагодарить вас за интересную лекцию и за то, что вы с нами. В этот момент я хочу напомнить нашим дорогим зрителям, нашим гостям, что следующая лекция у нас состоится 2 марта, тоже в 19 часов. Это будет лекция Евгения Анисимова «История, историческая мифология». «Миф о подмене Петра Великого глазами историка Петровской эпохи». Приходите, как всегда, Шраненке будет интересно. Алексей Владимирович, спасибо вам огромное. Если хотите что-то сказать в заключение, то самое время это сделать. Ну, спасибо вам, и я очень поддерживаю инициативу, надеюсь, что все разрешится положительным образом. Спасибо вам огромное, и очень надеюсь увидеть еще вас неоднократно на разных шаненских площадках. Спасибо за приглашение. Друзья, спасибо вам огромное. Мы ждем вас в Шраненке, как всегда, и хорошего вам вечера. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.